Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. 10 лет борьбы. Борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В Анапе поздравили сотрудников наркополиции с профессиональным праздником. Осторожность поможет сберечь накопление. Полиция просит граждан быть бдительнее и не поддаваться на уловки злоумышленников. В Анапе орудуют мошенники. Молодые да активные. В Анапе проходит первенство Краснодарского края по волейболу среди девушек 12-13 лет. Сотрудники наркополиции на этой неделе отмечают свой профессиональный праздник. 10 лет назад по указу президента в России появилось отдельное специализированное ведомство. Служба по контролю за оборотом наркотиков. Из 76 региональных управлений Кубанская находится на четвертом месте по числу раскрываемых преступлений. Все эти годы борьба с организованной наркопреступностью, подрыв и экономических основ и пресечение каналов поставки наркотиков оставались главными задачами наркополиции. Поздравление с профессиональным праздником получили и анапские полицейские. В Краснодарском крае за 10 лет сотрудниками наркополиции расследовано свыше 22 тысяч преступлений. Из них более 3 тысяч, совершенных организованными преступными группами. Пересечено более 160 фактов контрабанды наркотиков. Ликвидированы свыше 2,5 тысяч притонов. Из незаконного оборота изъято почти 10 тонн наркотических средств и психотропных веществ. Благодаря этому удалось спасти не одну тысячу жизней. Наркомания косит целые нации. И вопрос борьбы с наркопреступностью имеет огромное государственное значение. Плодотворная работа переносит результат. Мы одни из лучших на протяжении последних лет в Краснодарском крае. Успехов всем, здоровья. Я более чем уверен, что небольшой коллеги у нас работоспособны. В состоянии выполнять эффективные и наши задачи. Мы вместе с вами сегодня делаем завтра в России. В век информационных технологий преступники шагают в ногу со временем и широко используют современные средства коммуникации. Борьба с наркобизнесом ведется и в интернете. Уже удалось через суд закрыть 13 сайтов, которые пропагандировали запрещенные вещества. Десятки сайтов в оперативной разработке. Наркобизнес, как и любой другой, строится на схеме спроса и предложения. Отсутствие спроса на смертоносное изделие сделает существование этого бизнеса невозможным. В этой связи большую роль играет профилактика и пропаганда здорового образа жизни. Наша задача общества, в том числе и вашей, нас подталкивать и нас тревожить в органы власти, чтобы мы занимались вместе этой работой профилактики. Чтобы наша молодежь сказала нет наркотикам. То, что Анапа занимает одно из лидирующих мест, это хорошо. Но мы должны быть территорией без наркотиков. Надо такую задачу поставить максимально всем миром на полицию. И я уверен, что мы эту задачу решим. С праздником, с юбилеем, удачи и успехов. Лучшие сотрудники по итогам года получили почетные грамоты, благодарности, подарки и даже очередные звания. Особую роль в службе наркополиции занимает казачество, в котором есть даже целый отдел по борьбе с наркотиками и наркобизнесом. За 10 лет число зарегистрированных лиц, употребляющих наркотики в крае, сократилось почти на 10 тысяч человек. А суммарный уголовный срок пойманных и осужденных составляет сотни лет. И это является показателем работы Федеральной службы по контролю за незаконным оборотом наркотиков. Вадим Родин. Анапа. Регион. В Анапе продолжается избирательная кампания. Менее чем через две недели анапчанам предстоит выбрать главу муниципального образования. Один из кандидатов на пост мэра Сергей Сергеев провел очередную встречу с жителями поселка Суворов-Черкесский. Услышать тезисы предвыборной программы кандидата и задать ему свои вопросы пришли и педагоги школы-интерната, воспитатели детского сада, председатели органов территориального общественного самоуправления и жители поселка. Разговор с жителями поселка получился откровенным. Сергей Сергеев говорил о кадровом вопросе в администрации, проблемах в сельском хозяйстве, застройке песчаных дюн. Чтобы навести в городе курорт и порядок, трудиться придется немало, но сложности Сергеева не страшат. Он высказал свое мнение, что должно отличать настоящего руководителя. Умение отделять главное от второстепенного, а людские проблемы, они все главные. И нельзя сказать, что мы вам дорогу не асфальтировали, потому что мы строим детский сад. Вам нужна дорога, сегодня вам не нужен детский сад, а завтра наоборот может быть. То есть проблемы все главные. Если вы мне доверите быть руководителем территории, что я способен исполнять эти обязанности. После вступительного слова кандидата посыпались вопросы и предложения. Речь зашла о сгоревшем клубе. Мы должны предпринять все усилия, чтобы построить и побыстрее. Пусть это сначала будет модульное здание, не очень дорогое. Прозвучали наказы избирателей, которые кандидат на постмэра тут же взял на заметку. Наши жильцы желают поехать в Благовещенку и автобусной остановки нет. Мы бы хотели, чтобы все-таки программу краевой включили на будущие годы асфальтирование дорог по поселку. Еще одно обращение от жителей, что в Благовещенской летом трудно попасть к морю. Везде стоят шлагбаумы. Там, где стоят шлагбаумы, мы будем разбираться с каждым индивидуально. Это чистая вымогательность. Я же спрошу, за что? Сергей Сергеев говорил о губернаторских социальных программах, которые он намерен выполнять. Например, открыть в каждом сельском поселении офис врача общей практики. Выделять земельные участки для многодетных семей. Максимально обеспечивать маленьких анапчан местами в детских садах. А жители поселка Суворов-Черкесский выразили надежду. Что вы пропишетесь в нашем анапском доме 24-го числа уже не как исполняющие обязанности, а как глава нашего муниципального образования. И у нас в доме опять после Пахомова будет хозяин хороший, за которого мы будем как за каменной спиной. Лариса Басова, Роман Карпов, Анапа-Регион. Другие кандидаты информацию о ходе своих предвыборных встреч не предоставили. Несколько лет в центре поселка Суворов-Черкесский стоял остров сгоревшего клуба. Жители неоднократно обращались в администрацию города с просьбой построить новый или хотя бы демонтировать старый, чтобы он не портил внешний облик поселка. И вот дело сдвинулось с мертвой точки. Еще буквально неделю назад здесь стояло полуразрушенное здание клуба, а уже сегодня площадка пуста, здание демонтировали. И в скором времени начнется строительство быстро возводимого модульного современного дома культуры, который, несомненно, станет центром культурной жизни сельчан. В последнее время в городах, в том числе и в Анапе, появились новые схемы мошенничества. Под прицел злоумышленников попали обладателям пластиковых банковских карт. Существует несколько схожих сценариев. Во всех случаях основная цель мошенников – заполучить реквизиты карты. Алина Гумерова узнавала, как не попасть на крючок злоумышленников. Типичная схема мошенничества выглядит следующим образом. На телефон держателя карты приходит СМС-сообщение, предупреждающее о возможной блокировке карты. В сообщении дается телефон, по которому можно разблокировать карту. В ходе телефонной беседы злоумышленники пытаются разговаривать позвонившего и узнать реквизиты карты. Другая, чрезвычайно популярная схема мошенничества – позвонить жертве на телефон, представиться сотрудникам полиции и сообщить, что близкий человек абонента совершил преступление или попал в ДТП, после чего предложить решить вопрос за определенную сумму. Есть еще ряд мошенничеств, связанных с банковскими картами. Люди через интернет-магазины, через свои банковские карты покупают различные товары, оставляя три цифры, находящиеся на банковской карте, которые необязательны для данной операции. Мошенники, видя эти цифры, производят также несанкционированные съемы денежных средств с ваших банковских карт. Далеко не каждая обманутая мобильными мошенниками торопится в полицию. Дело в том, что установить и привлечь виновных в таких случаях довольно сложно. Обычно телефоны, с которых звонят мошенники, краденые либо зарегистрированы на подставных лиц. Кроме того, жертва зачастую самостоятельно проводит все операции по переводу денег на счет преступника, что в дальнейшем осложняет привлечение виновных. Не нужно поддаваться мошенникам, если вам позвонили и сообщили, что ваша карта заблокирована. То есть прежде, чем производить какие-то действия, необходимо уточнить у представителя банка. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа Регион. Сегодня в детско-юношеской спортивной школе «Виктория» стартовало первенство Краснодарского края по волейболу среди девушек 2001-2002 годов рождения. Соревнования для спортсменов такой возрастной категории в крае проводятся впервые. Организаторы соревнований – краевой департамент по физической культуре и спорту. В первенстве принимает участие 8 команд из станицы Афибской, Абинска, поселка Ильский, Краснодара, Северского района, станицы Роговска и Тимошевского района и, конечно, Анапы. Кстати, наш курорт представляет целых две команды – это сборная города и сборная спортшколы «Виктория». Волейбольные баталии начались только сегодня и продлятся до 17 марта. Уже в первой игре «Напчанки» достойно показали себя. По итогам первенства выявятся четыре лидера, которые войдут в восьмерку финалистов. Финал также состоится в Анапе. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Завтра, 14 марта, в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 10-13 градусов выше нуля, ночью до плюс 9. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы – 8 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются.